Улучшение сферы образования – приоритетное направление в деятельности правительства. Об этом во время открытия двух новых школ в Чуйской области заявил премьер-министр Мухаммед Калыя Булгазиев. Так, глава правительства принял участие в церемонии открытия школы имени Бегалиева в селе Мураке и Текеева в селе Бухара в Чуйской области. Абулгазиев поздравил учащихся и преподавательский состав с началом учебного года и пожелал добиваться только лучших показателей. Букет цветов в одной руке, в другой – праздничные шары. Оно и понятно, сегодня у этих школьников двойной праздник – начало учебного года и открытие новой школы. Этого события жители села Мураке в Чуйской области ждали 25 лет. Старая школа пришла в негодность еще при Союзе. Несмотря на это, они продолжали учиться в разваливающемся здании. Нашим детям приходилось ходить в соседнее село, но потом мы решили, что это для детей сложно. И поэтому разделили таким образом. Часть училась вот в старой школе, часть в сельской библиотеке. Но вот сегодня для нас радостный день. Теперь у нас есть своя школа со всеми условиями. Надеюсь, эта школа прослужит для нашего села долгие годы и прославится учениками-отличниками. Выступая перед собравшимися, Мухаммед Калы Абулгазиев отметил, что на сегодня поддержка сферы образования – это верный путь, который приведет страну к развитию. Без образованного поколения у Кыргызстана нет будущего, поэтому сфера образования является одним из приоритетных направлений в государственной политике. Ежегодно финансирование сферы образования увеличивается. Большая часть из них направлена на увеличение заработной платы учителей. С октября учителя начнут получать заработную плату больше обычного. Конечно, мы хотели еще больше сделать, но бюджет не позволяет. Только за три месяца этого года на это уйдет около двух миллиардов сомов, а в следующем году около восьме. Но мы и дальше будем продолжать улучшить эту сферу. Вы же, в свою очередь, работаете над повышением своей квалификации. Сегодня ребенка трудно чем-то удивить, поэтому старайтесь, чтобы они хотели учиться. Большая радость сегодня и у учащихся средней школы в селе Бухара. Строительство, начавшееся еще в 1992 году, не раз приостанавливалось. И вот сегодня долгожданный праздник при участии первых лиц страны. Глава правительства выразил уверенность, что эта школа выпустит образованное, интеллигентное и воспитанное молодое поколение, представители которого будут достойными гражданами своей страны. Хочу обратиться к выпускникам. Вы сегодня стоите перед выбором своего будущего. И поэтому хочу вам посоветовать, выбирая будущую профессию, не опирайтесь на громкое название, а выбирайте нужную для всей страны профессию. Не обязательно заканчивать престижный вуз. Сколько сейчас у нас требуются строителей, электриков, ветеринаров? Сколько учителей нужны нам? А сегодня у нас как? В учителя идут те, кто учился на тройке. Так не должно быть. Отличники должны стремиться давать свои знания следующему поколению. Ведь сегодня образованный человек никогда не будет беден. Образование – это свет в будущее. Премьер-министр также отметил, что скоро будут введены новые правила премьирования учителей. Учителя, ученики которых получают самые высшие баллы на общереспубликанском тестировании, завоевывают призовые места на международных конкурсах, будут получать отдельные премии, намного выше, чем их зарплата. Сегодня от учителя зависит многое, какое образование вы им дадите. Такими вырастет ребенок. Но и от родителей зависит многое. Поэтому обращаюсь и к вам. Не учите своего ребенка, с какого он рода или племени, с какой области. Учите его любить свой родной язык, свою культуру. Учите истории нашего Кыргызстана. Государством созданы самые лучшие условия для работы, говорят учителя. А потому они приложат максимум усилий для повышения уровня образования в их школе. Мы лишь надеемся, что теперь наша школа будет одной из самых лучших. И для этого мы сделаем все возможное. А наши ученики будут среди первых по всей стране. Первый звонок прозвенел. Гостям пора расходиться, а детям в класс. Провожая первоклашек к букварю, премьер-министр пожелал им трепетно относиться к получению знаний, чтобы в будущем внести свой вклад в развитие страны.